Друзья, я прошу немножко концентрации, освободитесь внутри от всех забот, от всех проблем, как младенец на руках матери. Вы видели, как он себя чувствует? Так всех. Ладно? Без напряжения, ничего не мешает. Мы уже в конце исправления. Если я сижу среди товарищей, не может быть более высокого состояния. Я в верных руках. Наша сила — это самая большая сила в мире, самая верная, самая качественная. И нам необходимо только включиться в нее, каждому. Спасибо. Спасибо. Наше упражнение называется семинар. Вы помните? Наш семинар, как там говорится? На нашем семинаре нет больших и малых. Все большие. И каждый из нас очень важный. Короче говоря, вы все знаете условия семинара, каждый отменяет себя перед всеми, хочет только добавлять ко всем, не спорит. Это ясно, мы уже привыкли к этому. Мы только добавляем. Каждый, кто добавляет, но хочет включиться во всех остальных, в конечном счете, мы хотим проделать это взаимное действие, действие по объединению. Не важно, кто и сколько говорит, не важно, как, не важно, о чем говорят. Важно, что с помощью этой связи мы приходим к объединению. И то, что мы занимаемся слишком премудростями, это иногда приходит за счет объединения. Поэтому постарайтесь, чтобы этого не было. Мы хотим только добавлять, как возлюбленные говорят друг другу красивые слова, чтобы любовь между ними все больше и больше возрастала. И так они приходят к еще большему объединению. Мы сейчас хотим выяснить, что означает самоотмена для того, чтобы быть в объединении, в состоянии, которое называется Убар. Как, по отношению к чему я должен отменить себя, чтобы войти в отмену? Что отменять, по отношению к чему, к кому? Что мне будет, что произойдет со мной, что было у меня? Как я это делаю? Вся эта тема очень-очень важна нам. Давайте раскроем ее, прежде всего. Как я прихожу к отмене? Что у меня есть, что я должен отменить? Это первый вопрос. Пожалуйста. Как я прихожу к отмене? И что я должен отменить? Я хочу видеть сейчас, что это мгновение, когда мы находимся на Конгрессе, это мгновение, которого мы ждали всю свою жизнь. Не стоило жизнь всю эту жизнь, а только ради этого момента сейчас. И освободиться, освободиться от всякого беспокойства, которое когда-либо было у нас. И только теперешняя реальность нашего мнения, в котором раскрывается Творец, о котором говорят каббалисты всех поколений, что это является единственной реальностью, существующей в мире. И мы должны сейчас освободиться от всего, и сейчас находиться только в этом месте. Стоит освободиться, и мы хотим освободиться, но как? Есть огромное желание, да. Как бы отдаление от всего, что мешает внутри. Но это все время снова возникает. Я не знаю. Если мне понятно, что я нахожусь... Если мне ясно, что я нахожусь между великими людьми поколения, между теми, кто хочет достичь свойства отдачи, то мне ясно, кто моя мать. Моя мать — это группа. Что значит, я плод в чреве матери. Что я ем то, что мать ест. Что я раскрываю сейчас рот. Я получаю бы известнение. Без ничего получаю все, что дает мне мать. Я живу с матерью. Я расту с матерью. Я отменяю себя. У меня нет своего «я». Я в ней. Я нахожусь в этой группе. Я отдаю себя группе всего. Просто ощущение, которое мы должны просто ввести в себя во время Конгресса и изо всех сил отдавать себе это в течение этих двух дней. Когда такое ощущение, есть такое очень сильное ощущение, где ты чувствуешь необходимость, ты чувствуешь желание каждого товарища. чувствуешь его желание, находишься в его желании, просто отменяешь любой расчет, любой личный расчет, и чувствуешь желание товарища. Именно то, что он хочет. Находишься в отмене по отношению к этому. И, разумеется, возникает возможность это сделать, и есть помощь свыше. Она дает нам эту силу, чтобы мы чувствовали желание друг друга, чтобы мы были чувствительными к духовным желаниям товарищей. продолжить все сказанное товарищами, потому что только это есть. Это все, что есть у нас. Продолжить только сказанное товарищи. Это течение, поток, который создали товарищи. И чувствовать все, что происходит в них. И все, что представляется мне, просто подняться над этим и пожертвовать собой против вселенности, против неважно, чего раскрывается. Ты поднимаешься над любой картиной, которая представляет тебе тело, и поднимаешься в душу, о которой сказал Раф. Жить в товарищах. Просто питаться тем, что они дают мне. Продолжая то, что говорят товарищи, самоотмена, это как зародыш, который привязан к матери пуповиной. Ему не нужно ни о чем заботиться. Он должен быть только присоединен к матери. Таким и неважно, где, на уроке, на семинаре, в мыслях, в действиях. Мы должны быть связаны с этой пуповиной, связанной с группой, которая нам все дает. Я думаю, что отмена... Правильно, есть здесь трудность с точки зрения эгоизма, но если я, скажем, смотрю на цель и вижу целенаправленность своих товарищей, внутреннее горение, с которым они приходят сюда, со всего мира, не только из Израиля, и с этим стремлением... Я, например, вчера ночью спал с включенным компьютером. Жена включила, и там читали отрывки из Шамати на протяжении всей ночи. Я не знаю, сколько я спал, а сколько слышал, но вот эта целенаправленность, видеть все страдания вокруг, это делает самоотмену чем-то единым. И если я вижу, что происходит, то ответственность, которую мы должны раскрыть с помощью самоотмены, включения в группу, с помощью того, чтобы пытаться соединиться с Творцом, чтобы спасти себя из этого ужасного состояния, которое становится с каждым днем все хуже, я думаю, что это самая лучшая опция, которая и есть перед нами. Есть ощущение, что все это окружение, весь этот Конгресс очень-очень помогает к тому, чтобы приучить себя к этому упражнению. Обычно все, что Раф говорит, я провожу через свою критику, через свой фильтр. Но Конгресс — это для меня оптимальное состояние, чтобы научиться, как это проделывать через группу. чтобы я просто изменил себя через это и сократил очень много-много вещей, которые излишни, для того, чтобы мы пришли к тому, к чему должны прийти. В этом я вижу самоотмену на Конгрессе. Это то, к чему я готовился всю жизнь. Чтобы все то, что раньше я профильтровывал через себя, чтобы я это профильтровывал не через себя, а через группу. представление, которое во мне, это словно капля семени входит в яйцеклетку или капля в воде. Это именно ощущение, которое я должен сейчас воспринять в окружении. Просто прыгнуть вперед вместе со всеми мыслями, сомнениями, со всем, что я думал, что это я. И это останется все снаружи. И эта часть вот этого семени во мне готова впрыгнуть внутрь. И только сердце и разум должны остаться. И надо быть уверенным, что есть это течение в товарища, и оно совершенное. Есть там все силы развития. Только внутрь прыгнуть и все. Именно такое очень хорошее ощущение. И тогда ты исчезаешь. Я часть всех. Что необходимо отменить и как прийти к самоотмене? Нам необходимо отменить наш подход к этому миру. Нам необходимо отменить наш подход к жизни в этом мире. Путь, с помощью которого мы думаем об этом мире, то, что нам дано. Надо видеть, что все приходит через самоотмену и через объединение. Только. И все это происходит в общем усилии, в постоянном воздействии окружения, в изменении восприятия реальности, включая в себя весь наш образ жизни. и это великий дар свыше. И в этой самоотмене человек должен спуститься до самого конца. Потому что, на самом деле, в нашем мире представляется, как будто есть различные тела, различные желания, есть и другие, есть всевозможные разделения. И мы входим, по сути дела, в реальность, где есть только точки в сердцах, есть связь, поддержка и взаимное поручительство. И мы вместе строим эту маму. Она существует, но мы как бы создаем ее. И по отношению к тому, что каждый себя должен отменить относительно всех иллюзий, которые существуют в восприятии его мира. и он ответственен за то, чтобы все вместе с ним вошли в эту реальность. Это является отменой. Это не пассивная самоотмена, это огромная ответственность. Потому что в тот момент, когда может статься, что кто-то из нас отключается и возвращается в мир иллюзий и представлений собственных, и тогда мы не будем в этом. А если все мы будем в этом, мы именно в этот момент строим новую реальность, истинную, единственную реальность, которая существует, мы должны просто пробудиться вместе от этого сна. То, что, я думаю, поможет, это личная ответственность. Вроде бы, это понятная вещь, личная ответственность, но когда ты капельку входишь в это внутрь и ты чувствуешь, что это означает, особенно в такой чудесной группе людей, которые действительно велики, они настолько велики, с одной стороны, с другой стороны, зависят от тебя, а ты настолько испорчен и прогнивший изнутри, как же они могут от тебя зависеть? Это настолько далеко от того, где ты должен находиться. И эта вещь не дает отдыха, не дает покоя. Если ты понимаешь, что они от тебя зависят, и без тебя невозможно, ты не можешь сидеть и ничего не делать, ведь они под твоей ответственностью, ты должен им помогать. Может быть, через это? Когда я не могу быть зародышем, я не могу быть зародышем, когда я смотрю на этот мир через свое Я, Я, в котором затронуты моя часть, всевозможные страдания, страхи, так я смотрю на мир. Каждый просто пугает меня. Если я смотрю на мир, начиная смотреть на мир через нас, сразу же раскрывается совершенно иная картина, что все во имя единства, все, все, во имя единства, все, что происходит. И мы должны так, это называется, что я становлюсь все больше зародышем, и я все время все больше то, что мать есть, и все, и смотрю все больше через нас, через мир, и через нас, где единый в конце, и тогда все меняется. отмениться по отношению к великим товарищам, которые находятся здесь. Как сказал, Ханох, это не штука. Товарищи, которые приехали из-за границы ради одного дня, представьте себе, какое величие есть у них. Как Моша послал из Китая три письма, сколько он жаждет быть здесь. И к этому присоединиться не сложная вещь, потому что они великие. Вопрос, как удержаться в самоотмене, когда пробудятся все эти амалеки, и они пробудятся. И тут нам необходима тонкость души, необходимо быть чувствительными к каждому, поддерживать друг друга, и все время принимать величие Творца над всем, что проходит. И это самое главное. Как удержаться в самоотмене, даже на неживом уровне. Я хочу продолжить, сказанное товарищами, это на самом деле небольшая премудрость, это большое милосердие свыше. На самом деле только просить изнутри, я не знаю, просить можно только у той силы отдачи, которая объединяет нас, чтобы дала нам все большую силу приподняться и еще больше удерживаться за товарищей, как Элли напомнила о том сперматозоиде, который входит в яйцеклетку, и это действительно то окружение, которое спасает тебя, и увеличивать эту точку, что именно только это спасет тебя против всех представлений омалекитян, которые вдруг начинают проявляться в тебе. Первый вопрос был, как отменяться? Но второй вопрос был, перед чем отменяться? Мы отменяемся перед тем, что мы знаем. И человек не готов к этому, не хочет к этому, это противоположно ему. Единственный способ, как это можно сделать, можно развить какое-то желание к этому, это только от товарищей, которые вокруг тебя, от группы, которая показывает, какая в этом есть великая вещь, которая надо всем, над этим миром, она в духовном мире. Тебе дарят самую дорогую, самую великую вещь, которая только может быть. Я думаю, что эта самоотмена возможна только с помощью товарищей. Как можно увидеть самоотмену? Это просто посмотреть товарищам в глаза, увидеть их любовь, их готовность, что они готовы так многим жертвовать всегда. Всегда, когда я смотрю через призму товарища, сколько он жертвует по сравнению со мной, и тогда мне становится намного легче, если я смотрю на это, и я беру все те примеры, о которых говорили товарищи, о величии товарища, о постоянстве, и главное в самоотмене, это может быть привычка, иногда это, конечно, трудно, и все время перед тобой стоят новые помехи, это, конечно же, творец, который дает тебе всевозможные препятствия в пути, но в конечном счете, я думаю, что это нетрудный процесс, поскольку если мы получаем все жизненные силы, то ответственность, которую мы должны проявить. ощущения, которые мы пережили, когда готовились к конгрессу, чем больше мы готовимся, тем более готовыми мы приходим. То есть со всей этой силой мы получили ее не просто так, мы получили ее, потому что у каждого наверняка, потому что как общее мы принимаем чем более пасторальной выглядит атмосфера, тем более мелкие вещи могут тебя зажечь. И самоотмена чувствуется с самого начала, она представляется возможной, неважно, что произойдет, она возможна. И именно благодаря этой атмосфере, которую мы создали здесь на Конгрессе, мы выдержим все, что к нам придет. это может произойти только сейчас, только сейчас, только с вами. На самом деле, когда думаешь об этом, вдруг появляется четкое ощущение, что все, что здесь мешает, это ты. И когда ты вносишь себя внутрь, вдруг ты видишь помеху, ты вдруг вносишь сомнения, ты начинаешь носить свои мысли, логику, все это должно остаться сзади. Это остается в Египте. А это маленькая точка, этот Нахшон, он прыгает внутрь, прыгает внутрь, вопреки всему, что есть сомнения, есть вера, нет веры, он все, входит внутрь и все. И на самом деле, это представление зародыша, находящегося в матке, когда нет у него ничего собственного, как только становится что-то собственное, он становится посторонним телом. Этот вход товарищей, буквально я чувствую, как Раф говорил об этом равенстве, о братстве, это то, что мы получили на конгрессе, как войти туда, все остальное остается снаружи, все это знание сверху, снизу, нет, только внутрь, без всяких сомнений, без твоих мыслей, без сердца, я там, внутри них. Если ты находишься внутри, это, по сути дела, уже, по моему мнению, выстраивает стенки лодки, которой мы все можем плыть вперед. Как можно отменить себя, прийти к самоотмене, это только с помощью системного мышления, то есть не смотреть на всякие детали, что есть у меня такая проблема или иная, чтобы там не раскрывалось. А все время видеть вещи, что это все мы, все наше, все приходит на общее благо. И должна быть общая молитва за всех, чтобы объединение и самоотмена были у всех, потому что и все это то, что мне раскрывается. Это наша взаимная молитва. Потому что если она не будет у всех, то она не будет во мне и не будет ни у кого. то, это вход внутрь наших всех, вот общую точку нашего центра группы. Если мы возьмем это представление яйцеклетки, оно потом делится на много различных клеток. но если войти внутрь, это есть ДНК, то же самое ДНК, как у всех, то же самое. Это будет наше общее ощущение тела. Это наше ДНК стоит в том, что мы должны находиться сейчас вместе в этой новой реальности. Мы должны вернуться к тому месту, где мы уже были раньше, еще до того, как мы родились в этой иллюзии разъединения и усилить это ощущение, эту мысль над всем, над всем. Просто находиться в мыслях все время, в ощущении все время, что именно это, что мы вместе, мы единая клей, мы в единой матери, мы как зародыш прилепились к этой матери, не оставляем ее. Все мы думаем, обеспокоимся друг о друге, находиться в этой реальности, это становится с теперешнего момента реальностью всей нашей жизни. Абсолютная зависимость от группы, от этого общего ощущения группы, это критично для нас, чтобы мы находились самоотмене, но с другой стороны, ты должен быть слит ухватиться за это, ухватиться за эту матку. Я не знаю, нет у меня слов. Мне кажется, мы уже по третьему кругу пошли. Мы на самом-то деле пока еще не говорили о радости. Вопрос. Когда самоотмена называется зародышем? При каких условиях самоотмена станет зародышем, будет называться зародышем? При каких условиях самоотмена будет называться зародышем? Убаром. или какая разница между самоотменой и зародышем с состоянием Убура? После самоотмены должно быть что-то еще, чтобы прийти к состоянию Убара духовного зародыша? Я не уверен, но отмена это мое решение отменить себя когда есть решение отменить себя зародыш он уже находится в матери он уже в процессе он уже ест то, что мать ест он уже находится в группе отмена это действие Раф сказал как раз так отмена это когда я рад всему что со мной происходит потому что все исходит от него и думал когда он сказал это где же здесь группа это как раз если я смотрю на мир через я нет такой отмены если я смотрю на мир через группу тогда есть радость от того что все что происходит происходит только во имя объединения есть радость от всего что происходит я может быть непонятно изъясняюсь но вот хоть как-то продвинемся вперед я думаю что состояние ибура духовного зародыша это насколько я пытаюсь действительно предать себя своим товарищем поскольку ибур духовное зарождение это состояние катнута и там могут быть помехи насколько мы пытаемся передать себя друг другу удержаться за эту силу группы в которой есть величие творца в которой находится величие творца собственно у нас есть сила пройти слово ибура это слово лавор перейти прийти к раскрытию то есть все зависит от того насколько мы удерживаемся удерживаем эту самоотмену как сказано внутри выражения придает душу свою товарищам да может быть на самом деле бар это такая система которая позволяет силе отмены действовать внутри и как сказал иниф это каждый раз подниматься и проявляется во мне точка я и я преобразую ее в нас и отсюда по всей видимости приходит радость когда вследствие всей этой индикации индикация этого я это индикация дающая возможность перейти в мы и от этого растет весь зародыш самоотмена все время должна быть направлена на самоотмену перед чем скажем плод он отменяет себя перед матерью то к чему он хочет прийти он хочет прийти к самоотмене не просто отрезать себя это самоотмена для того чтобы стать частью высшего слиться с высшим я думаю что от этого слияния с высшим приходит радость что ты становишься частью чего-то высокого ты слить с высшим ты становишься частью чего-то целого того что собственно является высшим я думаю что для этого мне нужны во все раз что мы вместе и тот процесс зарождения который мы проходим это является подготовкой нашего окружения которое давит и готовит себя для того чтобы быть на самом деле готовым достичь центра группы и от самоотмены и тогда зародыш начинается с 40 дней после того как развился развился сосуд души и тогда создается калий души которая может воспринять высший свет и высший свет это наша готовность по всей видимости это то что я думаю это очень тонкий переход между тем чтобы начинать смотреть на мир иным новым взглядом начинать начинать видеть мир через товарищей нашим совместным видением и это происходит не просто тогда когда я отменяю себя а тогда когда я начинаю видеть себя частью этой системы если если я включу себя я не отделяю себя от вас мы все единое целое мы единое целое в этом может быть переход к состоянию бура продолжение сказанного товарищами самоотмена это первое действие это вход в состояние зародыша но зародыш должен получить дополнительное это то что мы развиваемся то что я отменяю в самую первую секунду это вход духовное и тогда я должен прилепиться к стенкам матки именно сейчас укрепляя себя в стенках матки что это самый большой страх что я отделюсь и несмотря на каждый раз когда приходит варец и добавляет трудность в удержании именно когда ты пытаешься удержаться во всех товарищах ты постепенно постепенно приходишь к состоянию самостоятельности затем уже ты начинаешь привносить эгоизм во всю эту картину и работать с ней и вот это удержание все больше на фоне того что раскрывается и создает состояние зарождения которое все время развивается я думаю и при добавлении авиюта есть требования от окружающего света чтобы он развивал все время обращения к нему мы забываем и снова просим забываем и снова просим разница разница самоотменой и зародышем разница между самоотменой и зародышем в том что когда я вижу очень много частей это уже не самоотмена это я уже начинаю относиться к тому что есть моем эго а самоотмена это когда я вижу общее это результат того что я отменяю себя это я начинаю жить как зародыш я уже вижу как все приходит ко всем это означает что я зародыш потому что что значит что я зародыш я зародыш во всех и отмена также по отношению к чему отменять себя по отношению к величию к важности по отношению к существованию ко всему что мы читаем чтобы пришел к нам окружающий свет и чтобы мы были вместе зародыш это уже это уже жизнь это соединение с группой с ее реальностью и через всю эту реальность группы жизнь поэтому начинает приобретать совершенно иные оттенки окраски если я смотрю на это с точки зрения зародыша то отмена это путь возможность прийти к состоянию зарождения и мы все время должны сохранять эту отмену все время возносить все время взращивать увеличивать и мы это должны делать нашими общими усилиями может быть можно сказать что самоотмена это действие по преодолению а зародыш это действие по взаимовключению то есть самоотмена в самоотмене ты работаешь против своего эго собственно говоря а здесь собственно ты уже живешь и существуешь только в той мере в которой ты включен в это общее что называется группой на самом-то деле мы сказали все я хочу посмотреть со стороны матери на все это когда мы счастливы что плод ее растет не беспокоя ее он дает ей состояние счастья тем что она мать и мы должны дать такое ощущение творцу что мы уже находимся в зарождении мы счастливы от этого и мы рады этому и тогда все 9 месяцев это просто как увлекательное приключение я хотел просто с этой стороны взглянуть на это мы сейчас сидим на полу и у этого пола есть сила удерживать атомы если бы не было этой силы на неживом уровне то мы бы со всеми нашими стульями упали в бесконечную яму так и в духовном чтобы человек не падал в бесконечную яму необходимо все наши атомы то есть наши точки сердца сосредоточить в одном месте и необходимо каждый раз создавать заново это окружение в которую где мы бы навешивали все наши желания все наши стремления где бы мы их всех собирали введенное целое где мы бы производили объединение всех этих точек сердца и так мы каждый раз должны давать возможность сделать усиление еще больше усиления еще больше усиления и самоотмена перед этим зарождением групповым где мы должны все время усиливать эту точку которая называется центром группы то что я вижу насколько каждый здесь пытается воспламенить эту любовь я очень я очень быстро прихожу к ощущению что я хочу отменить себя по отношению к этому я хочу чтобы эти силы находились во мне я хочу быть вместе с этой силой чтобы эта сила действовала через меня и так находилась между нами и это самоотмена но то что я хочу так чтобы все это усилилось во мне вопреки всему вследствие этого уже выстраивается зародыш вследствие той силы которую мы создаем вместе благодаря любви которую мы притягиваем один по отношению к другому это является нашим общим зародышем в этом состоянии самоотмены есть собственно и молитва когда человек полностью себя отменяет перед высшим перед группой перед товарищами именно он в этом он находится в состоянии молитвы в требовании к высшему как маленький который требует от взрослого и то что он пытается отмениться у него не получается в этом тоже есть молитва то есть вся эта самоотмена это еще один путь быть в связи с высшим граф ответил на один из вопросов товарищей относительно ощущения что он теряет как бы ощущение и не может быть сфокусированным на этом ощущении и от ответ который перевел это в совершенно другое измерение как будто это духовное это бесконечное течение это течение в которое мы можем войти только если мы объединимся и будем находиться находиться в состоянии зародыша и тогда мы потеряем ощущение времени и все что будет определять это только мысли и связь между нами когда я слушал товарищей у меня возникла такая мысль что духовный зародыш это настолько иное состояние чем просто самоотмена может быть самоотмена это усилие а результат этого усилия находка то что мы сейчас совершенно не в состоянии даже представить то что будет поэтому можем только отменяться это отменяться отменяться на новом уровне с новыми трудностями пока мы не придем к чему-то что невозможно даже представить себе то есть это какой-то элемент которого в твоем восприятии просто нет отмена это первое условие когда я отделяюсь от своего желания получать когда я ограничиваю его поднимаясь над ним зародышем называется когда я уже связываюсь с другими и вместе с ними начинаю формировать систему моей отдачи поэтому есть 40 дней формирования плода когда он уже принимает форму зародыша и в этом все различие между самоотменой и зародышем что я должен проделать в течение этих 40 дней что является символом 40 дней когда я уже буду называться зародышем что я должен сделать в период вперед зарождение до состояния зародыша что называется 40 днями формирования плода я отвечаю уже на часть вопроса я тем самым начинаю связываться с другими в таком виде когда я уже расту вместе с ними что является признаком того что я стал уже зародышем вы может быть говорите что происходит в матке тогда это вещи понятные но постарайтесь говорить что происходит в группе 40 дней это только тогда когда есть душа а до этого еще не сформировался плод в тот момент когда мне удалось удержаться в своей самоотмене перед товарищами в своем взаимовключении в них в взгляде на мир через глаза еще какого-нибудь товарища это моя призма через которую я смотрю удержаться в этом выстроить себе это это то что необходимо для того чтобы потом я родился в виде плода плода это уже меня нет это уже вот это вот отключение это отрезание это соединение с общим общее это то что должно развиваться мне кажется что 40 дней вот этот период входа в группу а в группе нет иной действительности кроме как товарища за 40 дней я может быть в эти 40 дней я может быть учусь что не слышно за эти 40 дней я может быть учусь всем действиям благодаря которым я начинаю дышать и все делать вследствие этого желания всех здесь есть совершенно новые вещи все действия я когда-то пытался сделать всевозможные действия но сейчас это другие действия и все они направлены на любовь и объединение но все они являются каким-то видом нового постоянного подъема которое происходит все время и в этой центральной точке группы взаимной точке группы в которой мы все живем раскрываются различные желания которые являются особенностями каждого и усилия преодолеть это для того чтобы сохранить центр этот процесс в котором мы все знаем что мы находимся в постоянной борьбе только заодно за то чтобы сохранить состояние бура этим мы поддерживаем наш общий знаменатель нашей группы это то к чему мы пришли сейчас поскольку до этого каждый шел своим путем и сейчас мы находимся во взаимной борьбе построить создать оживить этого духовного плода с помощью самоотмены которая все время возрастает до новая жизнь совершенно иной взгляд на жизнь научиться жизнь на самом основном на самом основном уровне в самых основных вещах и только из этой точки взгляда взгляда на жизнь через группу что только усвоить то что без этой матери у нас нет жизни и взять эти действия которые мы привыкли делать сами и преобразить их на самом деле когда каждая мысль всякая идея это будет только из действия внутри группы и ради группы вообще понятие группы во всей его мощи во всей его силе начинается с 40 дней вдруг есть раскрытие бины раскрытие света хасадим раскрытие будущего раскрытие всего весь этот путь от малхуд до бины который происходит в течение 40 дней он весь не зря ты вдруг начинаешь понимать что группа это все ты начинаешь понимать что означает мы ты начинаешь понимать путь ты готов отмениться отменить себя уже не может произойти выкидыша свободный выбор человека состоит в том чтобы каждый раз выбрать себе хорошее окружение и то что мы находимся сейчас в самом хорошем окружении не говорит ни о чем потому что это окружение в этом окружении мы получим всевозможные состояния свыше это может быть 40 дней или 40 состояний или 400 или 4000 состояний и получим всевозможные помехи и неясности и чего только не получим и по сути дела вопреки всем этим состояниям удерживаться в том чтобы каждый раз выбирать хорошее окружение это единое сердце где сосредотачиваются все наши желания наши стремления наши ожидания чаяния все время прилипаться к этому удерживаться в этом и удерживать зубами и не нужно ничего больше этого и находиться в этом с радостью я буквально сейчас сейчас просто чувствую эту статью в шамате понятие ограничения но 40 дней это экзамены всевозможные экзамены которые мы получим свыше чтобы охладить эту связь между нами и мы должны все время сплачиваться вместе и просить помощи свыше чтобы дала нам возможность удерживаться каждый раз снова в этом состоянии и благодаря этой готовности которая может прийти только благодаря нашим усилиям держать это хорошее окружение зубами буквально и с помощью Творца который это делает это поразительно насколько в кругу вдруг приходят к тебе мысли ты воспринимаешь всю эту атмосферу и этот убар это нечто новое что устраивается это новый разум новое чувство которое появляется и эти 40 дней это такое понятие это построение построение и здесь находится точка которую никто не может угадать как Рав говорит какая часть зародыша вырастет сначала какая потом но наше равенство оно по отношению к общему росту когда я обязан всем вам потому что вы являетесь частью зародыша неважно когда я вырасту я часть вас без вас я ничто потому что я могу быть сердцем но сердце ничего не стоит если печень еще не выросла в этом мы поддерживаем друг друга в этом нашем особом росте это то что ведет нас к отдаче потому что только там есть чувство разум только это можно принять на себя это еда это питание которое ты получаешь от матери в течение сорока дней когда плод должен находиться в самоотмене он начинает только с точки с точки в сердце и он должен с каждым разом отменить все большее что присоединяется к этой точке и находиться только в точке и сорок дней формирования плода это когда соединяются все точки в сердце когда он понимает что он часть этой души и начинает действовать из общей души это по сути дела все товарищи которые раскрывают что они единая душа и этот зародыш начинает работать из общей души и его точка это только часть общей души собственно 40 дней это 40 дней под счет убины то есть создание свойства отдачи и мы как 10 составляющих группы без каждого из нас нет группы мы от раскрытия этих 40 дней должны прийти к раскрытию свойства бины между нами когда каждый хочет отменить себя и быть в центре группы мы зависим друг от друга невозможно хотя бы от кого-то отказаться за эти 10 товарищей которые составляют центр группы и там собственно происходят эти 40 дней где мы все находимся вместе в центре группы мы все это понимаем мы понимаем что без друга мы ничего не стоим и ничего не можем достичь и это собственно наш путь чтобы реализовать нашу цель во время когда я развиваюсь как зародыш я расту в разуме и чувстве так это в духовном да у нас нет плоти о которой мы говорим только разум и чувство в каком разуме и чувстве я расту что является авиютом и что является формой над этим авиютом и откуда я получаю их откуда приходит ко мне плоть которая называется авиютом материи чтобы быть зародышем и откуда приходит ко мне форма которая формирует меня чтобы я стал зародышем то есть в каких разуме и сердце я расту в то время когда я нахожусь в состоянии зарождения и бур в любом из состояний в каких разуме и сердце я выясняю каждое состояние в то время когда я нахожусь в зарождении минута каждому если я решил принять на себя учителя группу и вскоре семинар заканчивается и я должен пойти с товарищами на море есть пиццу чем больше мы будем делать такие действия чем больше я буду ставить над собой учителя группу учебу я начну привыкать думать как как вы даже в форме отмены я буду привыкать к форме определенной работы и смогу это делать смотря на то что я думаю то есть в этом процессе я не просто самоотменяюсь я привыкаю я начинаю течь вместе с вами я уже не сопротивляюсь общему потоку я делаю действия вместе с вами сила которая развивает это окружающий свет или высший свет форма которая развивается это намерение на отдачу которая растет нас а материя которая растет это вьют в нас когда мы начинаем входить в состояние которое называется товарищи рождения этой группы и в этой первой клетке уже есть все следующие состояния но каждый раз вызывание источника чтобы сделало все большим этого маленького это работа которую мы должны сделать в начале когда растет когда мы растем иногда я в начале сержусь на своих товарищей потом я вижу что в этом есть какое-то это мое естественное отношение но потом мне приходит иное отношение отношение которое я получаю от группы от творца то есть я меняю сердце и разум материальные личные на сердце и разум групповые и тогда я к этой группе присоединяюсь как ее неотъемлемый орган мы все думаем об этих вожжах о двух крайностях о которых говорили товарищи с одной стороны нет никого кроме него с другой стороны о наших общих усилиях прийти к этому если не я то кто же мне и мы вследствие этого раскрываем общий разум и сердце чувства чувства когда мы чувствуем желания товарищей через них именно через товарищей творец поднимает ту материю с которой работает это желание и так и так же через общий разум который мы выстраиваем мы знаем как этим заниматься как прийти нет никого кроме него и как же на практике к этому прийти и вследствие нашего взгляда на это мы развиваем наше общее чувство и наш общий разум я не знаю что я ставлю над собой я ставлю над собой все что не я все что не я все что приходит от вас ко мне я ставлю над собой потому что я хочу попытаться чтобы мы все вместе смогли прийти к совпадению по свойствам с той силой а то что называется доставить творцу удовольствие хорошо что мы надавили на тебя чтобы ты сказал откуда вся эта плоть это мясо от я которое выскакивает я должно перейти к отсутствию я и весь этот процесс как я от я перехожу к ничто это то та плоть которую мне добавляют где я я должен произвести я должен принести жертву отрезать от своего я и от я перейти к мы и так продвигаться от левой к правой к состоянии отсутствия ничто нои говорят что все что вне меня это святая шхина тут сидят товарищи которых выбрали тщательно свыше и в каждом из товарищей раскрывается творец так мы должны представлять себе эту картину все время так выстраивать перед глазами что через товарища раскрывается творец и здесь у человека есть экзамен насколько в его сердце и разуме есть забота и он есть сопротивление он не хочет это стереть но вопрос как он работает с этим насколько я пытаюсь отменить это сомнение это сопротивление и слиться с разумом и чувствами совместными группы это собственно в этом собственно дело в этом дело есть еще одно дело эти преодоления как их можно произвести их невозможно произвести тут необходимо просить силу свыше чтобы она помогла преодолеть последний вопрос почему состояние катнут является самым важным и необходимо все время стремиться к нему почему малое состояние катнут отмена является самым важным состоянием к которому всегда нужно стремиться минута каждому может быть потому что это действие самоотмены делает из меня канал не что-то замкнутое она просто меня раскрывает неограниченным образом для воздействия высшего воздействия окружения и нет условий просто нет условий как у младенца нет никаких условий я тут сижу делать что хотите так это должно происходить и я становлюсь и я не ставлю никаких условий высшему эго не давит я просто не выставляю никаких условий именно так Вот это малое состояние не означает уменьшить желание к духовному, а как раз все остальное. Ясно, что если я отношусь к чему-то как взрослый, как большой, сильный, я не могу ничего получить от другого. Если я могу получить от другого что-то большее, если чувствую больше меня, я должен отменить все, что есть во мне, кроме малой точки, работать только над ней. Собственно, катнут — это то состояние, которое может нас привести к росту и процветанию. Когда человек находится в катнуте, он воспринимает все, что происходит вокруг на том самом уровне. Ему нет необходимости никого исправлять, он просто сливается с окружением, он впитывает из него то, в чем нуждается окружение. Когда он получает, то он может исправить окружение. У него уже будет больше келим, ему будет легче справиться с его будущим состоянием. И это очень легче всего получить от окружающих. Каждый дает мне, и я принимаю это с благодарностью сердца. И это развивает человека и готовит его к следующим этапам развития. Катнут, малое состояние — это наш путь, не оставаться в нынешнем состоянии. И неважно, что с нами проходит, когда мы ставим себя в малое состояние катнут, мы, по крайней мере, находимся в потенциальной возможности развития. И хотя нет времени в духовном, мы каждый момент, который проходим, сейчас же отменяем и переходим в следующее, не оставаясь в этом. Потому что оставаться — это значит упасть в эгоизм. И поэтому все время находиться в состоянии катнут. Мне кажется, что катнут — это и есть духовное, нет ничего другого. Потому что и рост, и выход из катнута. И как бы у меня самого нет никакого требования. Я только обслуживаю, обслуживаю мир, обслуживаю Творца. И если есть необходимость вырасти, я вырасту. Но сам по себе я стремлюсь только к катнуту. Там нет меня в этом процессе. Может быть, для того, чтобы доставить ему удовольствие, я потом могу прийти к катнуту. Но сам по себе ты стремишься быть только к состоянию катнута, к состоянию обслуживания, к тому, чтобы отказаться от всего. И в этом ты видишь доставление удовольствия. То есть вот это ты, новый я, у меня даже не хватает слов. Но это ощущается как духовное состояние. Вопрос, почему катнут предпочтительное состояние? Это не просто эта вещь, потому что у тебя всегда есть стремление раскрывать все больше и больше, по сравнению с тем, что есть у тебя, чтобы добавить. Но, как сказали товарищи, и мы сказали это вместе, что катнут малостыни — это нехорошее слово, как будто это слишком малое, что-то постороннее, не настолько важное. Но это самое большое, мощное. Наши следующие ступени мнения, что на самом деле там, где истинная реальность, она решает всему. И если дали этому название мало, я не знаю, катнут. Это совсем не мало, это что-то очень-очень мощное, огромное. Мы проделали усилия в самоотмене, добились успеха, теперь вошли в состояние бура, духовного зародыша. И нас интересуют только наши отношения между собой и раскрытие отворца между ними. Но величие отворца не раскрывается нам. Мы отказались от всего, что было сзади. А теперь вперед мы готовы идти только в виде гадлута, но пока нам этого не удается, мы еще в состоянии катнута. И все-таки мы в таком благодарности, в такой радости, что у нас есть возможность жить этой новой жизнью внутри группы. И сейчас в этой радости раскрывается у нас гадлут. Поэтому именно это является местом работы. Именно это является местом работы. Поэтому это самая большая ступень. Это раскрывается на самой большой ступени. Это раскрывается каждый раз на каждой новой ступени. Да, нужно как бы помнить цель всего этого. И цель всего этого не то, чтобы мы пришли к большому состоянию гадлут, а цель для того, чтобы мы могли быть тем кли, через который пройдет свет. И для того, чтобы находиться в таком оптимальном состоянии. Оптимальным состоянием является состояние катнута, готовности. Когда готов. И я здесь буквально... Делай как мое желание, не делай мне, но я здесь. Почему так хорошо и прекрасно сидеть братьям вместе? Почему хорошо быть в катнуте? Потому что мы даем место Высшему войти, Ахапу Высшему войти в нас и подействовать в нас и поднять нас. И на каждой ступени мы должны проходить эти этапы. На самом деле, я хотел очень коротко ответить. Но короткий ответ, он прост. Почему катнут предпочтительное состояние? Мой ответ такой. Вот так просто. Это мой ответ. Но я хотел бы добавить еще что-то. Что по сути дела, катнут — это предпочтительное состояние, поскольку это первое состояние, когда человек приходит к отмене своего «я» и переходит из одной власти в другую. И перейти во власть Творца, чтобы быть на самом деле, как сказали, или клик, которая служит, чтобы через него прошли все желания ближнего. И может ли быть что-то более возвышенное, величественное, более высокое? И на самом деле, надо поблагодарить за то, что мы можем говорить о таких вещах, вообще извлечь это из наших уст, находиться вместе и пребывать в радости, быть в радости. Гадлут — это быть в радости от катнута. Почему? Потому что так я соглашаюсь с Высшим, и в этом согласии я с ним становлюсь единым целым. Я слит с ним. Но основа — это катнут, это радость этого состояния катнута. Друзья уже сказали все. Рабаш называет веру особым средством, как он говорит, что это чудесное средство. Так Рабаш говорит о ней. Почему вера — это средство настолько чудесное? Я попытаюсь включиться в то, что Вы думаете, потому что внутри у меня все пусто, но я думаю, что это кли, которое противоположно моему теперешнему кли. Каждый отдельно — это общая кли. Почему вера — это неограниченная кли? Именно то, что мы в вымышленных действиях видели ограниченность этого кли. Это как пластмассовый стаканчик, который наполняешь, и больше некуда наполнять. Общая кли, она совершенно не ограничена возможностью наполниться, когда ты наполняешься не от себя. То есть его ограничение того, что он берет на себя. А если ты включаешься в этот механизм, в этот кли, ты получаешь бесконечный свет, который ты получаешь от урока. На самом деле нет дна. Это каждый раз проходит холодная вода, а тебе все время жарко, и ты наслаждаешься от этого. Тут соединяются две чудесные вещи. С одной стороны, вера – это кли. Прежде всего, это кли. Почему это кли, а все остальное – это не кли? Потому что это первый раз, первый раз человек входит в состояние, которое над его мнением, над его знаниями. Это полная самоотмена. И тогда он просит, даже если он может, он начинает жить в этом состоянии. Это наполняет человека, как сказали передо мной, радостью. Это чудесно. Нет другого слова, которое передало бы это ощущение. Это чудесно. Все его чувства говорят, вся его плоть благодарит. Он понимает, что вся жизнь его ввела к этому состоянию, чтобы он мог быть самоотменей, и это чудесно. Продолжить, товарищи, который говорил о закане пластмассовом с водой, и уже дальше некуда наполнять. На самом деле, если я чувствую только себя, все ограничено. Но что такое вера? Вера, когда я нахожусь уже в связи с группой, творцом, и тогда каждый раз существует этот переход. Это вещь не ограниченная, вечная. И тогда мы говорим о связи, и обмене, а в пластмассовом стаканчике не чувствуется связь, поскольку я один, а уже в общем существует связь. И тогда это вера. Вера — это чудесное средство, чудесное клип, потому что оно выше знания. Вера — это рожь, это то, что дает жизнь. Она над экраном, над ограничениями, над нашими маленькими ограничениями. И это жизнь, это жизнь, у которой нет конца. Мы с помощью ее связываемся друг с другом, чувствуем желание друг друга, чувствуем наше общее желание. С помощью веры мы проделываем весь расчет. Это просто наша жизнь. И это жизнь, поскольку мы вместе, мы поддерживаем друг друга. Поэтому это свойство неограничено, оно все время растет. да, вера — это связь с Творцом через группу. Нет там ограничений, это непрекращающееся изобилие, нет ничего, кроме этого. Кли, отдача, которая постигана, чудесная, потому что там нет ограничения. Как мы объясняем детям, когда я прихожу с работы, хочу съесть, сколько я съем? Ну, тарелку две. Но когда я то же самое наслаждение получаю от того, что я раздаю тарелки миллионам, миллиардам, вот так вот даю, то это вот такое ощущение, оно чудесное. Есть очень хороший пример, который я привожу обычно в кампусе при обучении. Есть пример, почему у озера Кенерет есть жизнь, где пресная вода, есть много рыб и жизнь, потому что оно получает эту воду с гор, из отталых снегов и передает всем эту воду, людям, всем уровням, неживой растительному животному, человеческому и питает всех. А почему мертвое море называется мертвым? Потому что оно ничего не дает, в нем соль, нет никакой жизни и нет ничего более прекрасного, чем получить эту высшую силу, высший свет и передавать его дальше, потому что в том месте, где вода стоит, она начинает становиться зловонной. Мы должны быть просто передающим, служащим калии. И когда я раскрываю себя, чтобы передавать другим, именно в этом месте самоотмены и зарождения, где все будет расти, именно зарождается жизнь, вместо самоотмены и перехода. Дорогие товарищи, мы завершили наш первый семинар. Сейчас распорядитель скажет, что мы будем делать дальше. Но нет, нет, сидите, сидите, сидите. Что случилось? Что случилось? С чего вдруг? Еще распорядитель не сказал вставать, всем сидеть. Перед нами есть упражнение. Пока мы не вернемся на урок, который с Божьей помощью, когда будет? Что здесь написано? Перерыв и трапеза. Я вижу, что только перерывы и трапезы. Без 15.3 Без 15.3 будет урок. Я прошу прийти на урок с ответом, какую молитву надо поднимать, чтобы стать зародышем духовным убаром. Какую молитву мы должны произвести, чтобы стать духовным зародышем? Но не просто сказать, я хочу быть зародышем. Мы согласились? Без вопросов. Это вопрос. Я спрашиваю, какую молитву мы поднимем для того, чтобы стать духовным зародышем? Спасибо. Субтитры Игорь Негода Игорь Негода Игорь Негода Игорь Негода